Просто если любишь человека, то не расстанешься, конечно. Давайте поговорим. Такое ощущение, что он не особо хотел детей. Слушайте, да нет, хотел. Просто человек не понимает степень ответственности ребенка. Ой. Нет, у нас не было общего бюджета. Так что все. Надеюсь, больше мне вопросов по видео не будет. Я не хочу разговаривать на эту тему. Я надеюсь, что я вам ответила максимально на все вопросы. Потому что сейчас еще некоторые посмотрят, будут мне задавать их. Все. Проблема в том, что я не ушла в хорошую жизнь. И я не ушла от хорошей жизни. Я ушла с ребенком, с пятью собаками, с мамой, с сестрой. Я безумно рада, что они у меня есть. Человек, когда хочет, он всегда все сохраняет. Главное желание. И находить кого-то виноватыми, это уже не 21 век. Меня хотел ребенка, просил родить. В итоге бросил меня одну без денег. И не помог до полтора года не рано. Всему есть предел. Папа тоже должен и обязан заниматься ребенком. Ты правильно требовала. К сожалению, иначе, мужчины относятся к детям. Ну, я понимаю это. Но он ведет эфир параллельно с собой. Ну, молодец. Просто хотелось мало. Детьми нужно еще заниматься, уделять внимание. Но почему-то не все мужчины это понимают. Понимаете, мне же тоже нужно было работать, чтобы обеспечивать семью. Потому что также нужны были деньги. И кто бы сидел с ребенком? Няня? На няне нужны деньги. У нас была поддержка мамы. И я безумно за него благодарна. Так что если человек будет все... Да, конечно, я с ребенком живу. Саша, твой муж дарил тебе цветы. Ты пробовала с ним общаться и поговорить о своих чувствах? Ну, конечно, я пробовала. Я ему об этом говорила. Он говорил друзьям, что я его заебала. Что я его в кино постоянно зову. Ну, то есть... Саша, это видео невозможно смотреть. Саша, это сложно. Ну, так живи вечно с мамой. Конечно, я буду жить с мамой. Вы с его эфира ко мне пришли? Те, кто говорят, что мужчины иначе относятся. Им не замуж на природу. Такой бред боже. Который им внедряют их маму. Походу, лишь бы пожалеть сына об ответственности. Не забывайте. Саша, все в будущее. Мелочи надо сохранить семью. Вон его кашляет в руках. Ой. Саша жила с мамой, потому что тебе нужно было работать. Саша ему деньги давал. На какие деньги ты желаешь будешь жить? Желаю что тебе приходится. Ничего мне не давал. Мама твоя умничка. Бесится когда он сына называет пацан. Желаю ему только добра. Вместе с мамой его. Со всеми кто его поддерживает. Факт остается фактом. Одна семья брошена. И вторая сейчас. Давайте закроем эту тему. Больше не будем разговаривать про видео. Я надеюсь я ответила на все вопросы. Мне надоела показуха. Я ушла в реальную жизнь. Где я сейчас счастлива. У меня прекрасный ребенок. У меня прекрасная мама. Не хочу больше погружаться в негатив от каких-то непонятных людей. Которые там смотрят. Пытаются как-то осудить. Наверное. Поэтому давайте какую-нибудь другую тему. Пожалуйста. Давайте поговорим о моих грудях. Так. Давайте поговорим про мои реснички. Это по-моему цешки и эльки. Да. У меня есть татуаж бровей. У меня есть татуаж бровей. Блин. Как вы вообще знаете. Кайфово делать ресницы. Татуаж. Просыпаешься с утра и уже красиво. И не надо ничего делать. Пойдем пожрем. Вика ставь чай. Какие таланты поставила? Нет. Комки биша я не удаляла. У меня просто похудело лицо из-за стресса. Да я поговорю уже. По образованию фельдшер лаборант. И зато тебя теперь будет больше. Больше эфиров. Больше видео. Это да. Почему тату сводишь? Потому что я такой человек. Я захотела что-то сделала. У меня не было пятна на пояснице. Есть то о чем ты жалеешь? Нет. А где Карина? Кстати где Карина? Она должна уже с работы приехать. Привет с Новороссийска. Очень хочу в Киргизию. Прям очень помогла. Просили о глазке какую. Карина на работе еще наверное едет с работы. Мне нравятся твои прямые эфиры. Когда ты с сестрой тупила. Да не забавно. Ребенка жалко. А что его жалеть? Ребенок растет в любви. В заботе. Поэтому самое главное чтобы он был счастлив. Остальное вообще не важно. И здоров. Потому что здоровье ребенка это конечно. Каришка работает до 10. Пока доберется до дома. Поговорю. Кто больше молодец. Толстей качай попу. Это да. Это надо набирать вес. Хотя прямо чуть чуть набрала. Как песня Баст называется? Без тебя. Спортом можно заниматься, я думаю, что где-то через полгода. Хотела ли быть блондинкой? Да, хотела. Но сейчас мне не хочется никаких изменений. Я хочу покрасить обратно цвет, какой у меня был. Карина умничка, я горжусь ей. Она встает в 6,5 и приезжает поздно. Да. Давай покрыть блондинку. Слушай, у меня такое ощущение, что люди специально накручивают на него. Ну, я не знаю. Видите, людям важно пообсуждать что-то. Привет из Германии. Так, все. Короче, я пошла кушать. Меня там Вика зовет. Она там бедная сидит, ждет меня. Женихи нарисовали лицо целое. Знаете, у меня прям директ разорвается. Такие впадины на лице, да. Это мое худое лицо. Нет, Вика в гости приехала. Все, ребятушки. Спасибо всем за прямой эфир. Надеюсь, реально больше не будет вопросов. Я начну всех блокировать. Я не хочу больше заводить эту тему. Я не хочу больше ее обсуждать. Каждый останется при своем мнении. Как любит говорить один человек, время покажет. Вот. Запищал Демет. Вот. Причем, знаете, плохие какие-то какашки пишут мужике. Это так смешно. Он там лайк поставил на комментарий, чтобы пять собак мешали. Ну вот. Поэтому главное, все будет показано поступками. Это самое главное. Жить надо.